Тесто на пиццу Тесто на пиццу Тесто на пиццу ложку сухих дрожжей. И также добавляем в тесто 1 чайную ложку соли и 2 столовые ложки сахара. И теперь просто хорошо перемешиваем их. Затем берем 270 миллилитров холодной воды и выливаем ее в тесто. Воду я заранее оставляю в холодильнике где-то на полчаса, чтобы она хорошо остыла. Также можно убрать ее ненадолго в морозилку. И теперь замешиваем тесто. Я его сначала просто лопаткой перемешиваю, а когда ей уже неудобно, собираю тесто руками. На данный момент нам нужно просто собрать все тесто вместе, не стараясь его идеально вымешать. Вот как-то так. И теперь оставляем его на минут 5. Теперь переносим тесто на рабочую поверхность и приступаем его уже хорошенько замешивать. Тесто это довольно липкое, поэтому замешивать не очень приятно, но главное муку сюда больше не подсыпайте. Если у вас прямо сильно тесто липнет, тогда можете руки смачивать в воде и продолжать замешивать. Вымешиваем его примерно минуты 2. За это время оно станет однородным и чуть менее липким. Теперь на рабочую поверхность выливаем 14 грамм растительного масла без запаха и вмешиваем его в тесто. Сначала вам будет казаться, что масло вообще не вмешивается и тесто только расслаивается, но спустя какое-то время оно начнет становиться однородным. Тесто нужно довольно хорошо вымесить примерно минут 5. Смотрите, какое оно стало гладкое, но при этом все равно остается липким. Так должно быть. Теперь нужно взять за один край теста, начать оттягивать его и трусить. А затем складываем в середину и так со всеми краями. Таким образом мы растягиваем клейковину теста и даем газом в тесте распределиться на разные места, если они уже появились. Таким образом тесто получится очень пористо. Вы увидите разницу после пары таких растяжек. Тесто теперь нужно перевернуть. Накрыть его пленкой и оставить на 10 минут. Таких подходов у нас будет 5. После первых 10 минут тесто стало более эластичным и уже не таким липким. Тут делаем все то же самое, как и в первый раз. Растягиваем, трусим и складываем. Затем переворачиваем тесто. Снова накрываем его и оставляем еще на 10 минут. После второй такой растяжки тесто стало еще эластичнее и даже можно увидеть уже мелкие пузыри. На четвертой растяжке уже намного заметнее стали пузыри. Оставляем тесто еще на 10 минут и остался у нас последний раз. Здесь будем делать немного по-другому. Нужно все тесто очень аккуратно растянуть. Старайтесь, чтобы оно не порвалось. Как видите, у него уже довольно сильно начали выходить газы. Пузыри, если что, не лопайте. Теперь со всех сторон собираем его. Слегка придаем ему круглую форму. И перекладываем его в довольно большую миску, смазанную растительным маслом. Емкость, правда, берите большую, потому что тесто очень сильно вырастет в объеме. Накрываем его и убираем в холодильник от 27 до 24 часов. У меня прошло 22 часа. И вы только посмотрите на размеры этого теста. Я вам раньше говорила, вот смотрите, какие пузыри. А вот теперь и вправду смотрите, какие пузыри у него появились. Теперь берем два листа хорошего антипригарного пергамента и приспаем их немного мукой или, если у вас есть, можно манкой. Теперь я тесто делю на две части. Слегка обминаю их. И тут уже можно большие пузыри полопать. И выкладываю их на середину пергамента. Как вы поняли, это тесто рассчитано на две пиццы диаметром примерно 30 сантиметров. Теперь каждый кусочек накрываем пленкой и оставляем их еще при комнатной температуре на 1 час. Теперь я буду по очереди разминать. Начинаю я с середины, а потом руки смачиваю в воде и уже хорошенько разминаю его по всей площади, оставляя при этом борсики. Борсики можете делать прямо тонкие, потому что они сильно увеличатся в объеме. А вот середину советую сильно тонкой не делать. Разминайте тесто примерно в 30 сантиметров диаметром. Потому что если сделать больше, пицца уже будет слишком тонкая. А если меньше, то будет сильно толстое тесто. А так получается идеальная середина. И пока мы разминаем тесто, обязательно включите уже разогреваться духовку вместе с противеньем на 220 градусов. Потому что духовка и противень должны быть очень горячими. Теперь на корж наносим любой соус на ваш вкус. Я беру обычный кетчуп. У меня будут пиццы пепперони. Но начинку можете выбрать абсолютно любую. Это тесто идеально сочетается с любой начинкой. Сначала мы кладем сыр моцареллу. Примерно на каждую пиццу нужно по 150 грамм сыра. А потом уже всю остальную начинку. Я выкладываю по кругу колбаски с салями. И теперь выкладываем пиццу на противень. Тут мы используем заднюю ровную сторону противня. И вот таким образом можно аккуратно перенести ее. Как я уже говорила, выпекаем пиццу в заранее разогретой духовке до 220 градусов около 10 минут. Главное не пересушить ее. А пока готовится эта пицца, можно подготовить вторую. Вы только посмотрите на эту красавицу. Я ее разрезаю на 8 кусочков еще горячее. Надеюсь, я вас убедила попробовать приготовить все-таки эту пиццу, потому что она стоит каждой минуты. Я, например, уже давно не заказывала пиццу и не делала самую обычную на противне. Я решила, что лучше я немного подожду, но в итоге получу идеальную пиццу, которую буду есть с удовольствием. Посмотрите только на эти пористые мягкие бортики. Ну, кайф ведь! Очень рекомендую попробовать ее, уверена, вам понравится. Если вы хотите увидеть этот рецепт в письменном виде, тогда подписывайтесь на меня в Дзене. Там вы найдете статью на этот рецепт. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я тоже выкладываю различный контент. Ссылки на мои соцсети будут в описании. Ну, а я пошла наслаждаться пиццей, поэтому желаю вам приятного аппетита и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok